Замминистр энергетики Казахстана заявляет, что якобы производитель биткоина по сути наносит ущерб экономике страны. Что они покупают по дешевым ценам электроэнергию и там что-то на этом зарабатывают, а мы с этого ничего не имеем. Вы представляете, какой уровень безграмотности этого заместителя министра, соответственно, всего правительства. Потому что правительство сейчас оказывает давление на тех, кто занимается добычей биткоинов. Добывать этот биткоин, использовать дешевую электроэнергию, стимулировать развитие нашей энергосистемы, чтобы мы потенциально больше производили электроэнергию. У нас такие возможности есть. Производители электроэнергии на этом зарабатывают. Чем больше они продают, тем больше они зарабатывают. Это выгодно. В нашей стране избыток электроэнергии. У нас дешевая электроэнергия, одна из самых дешевых в мире. У нас угольные месторождения фактически находятся рядом около крупнейших электростанций. Они крупнейшие и в СНГ. Есть в принципе некоторые по своим мощностям, которые соответствуют, скажем, крупным станциям мира. Чтобы вы понимали, что на самом деле происходит. Поэтому, когда некий президент Мебель Такаев заявляет, что он говорит о дефиците электроэнергии, которая вот скоро наступит, не верьте ему. Понимаете? Это о чем говорить? Это что? О недальновидности, архаичности мышления всего политического руководства страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!